здравствуйте уважаемые зрители и подписчики моего канала в этом видео я расскажу вам о полезном устройстве которое называется инвертор вот здесь она находится перед вами купил я его на всем известном marketplace aliexpress обошелся он мне около 90 долларов покупал я его с помощью мобильного приложения aliexpress aliexpress которым я вам рекомендую тоже пользоваться и если вы его еще не установили обязательно установите как новый пользователь вы сможете получить дополнительные скидки плюс с помощью мобильного приложения намного проще и удобнее искать разные полезные товары и скидки хорошие цены к ним все полезные ссылочки к этому видео будут в описании к этому видео в том числе будет ссылка на продавца на aliexpress на котором я купил этот инвертор плюс также скорее всего это видео выйдет в тот период когда проходит самая глобальная распродажа от aliexpress который называется но либо double и левина либо мы его знаем как 1111 и у вас есть все шансы купить это устройство на порядок дешевле чем купил его я ну и даже если вам не удастся купить прям период распродаж а алиэкспресс все равно проходит на постоянную распродажу так что вы его купите в любой момент когда вам будет нужно главное только подгадать и постоянно мониторить цены и так перед нами вот такой инвертор кратко скажу для чего он предназначен инвертор предназначен для преобразования постоянного тока в переменной когда это может пригодиться это может пригодиться например на природе на даче где нет возможности подключиться к обычной городской сети либо допустим у вас бывают периодическое включение от сети поэтому это устройство будет удобно использовать и мы берем на какой-нибудь источник питанием постоянного но допустим аккумулятор 12 вольтовый подключаем ему к этому устройству и на выходе получаем то что нам нужно на сети это 220 вольт и 230 вольт 50 герц в данном случае у меня вы видите это инвертор под брендом и и и и и и и фси на разве им если я правильно читаем указана ну модель 3000 ватт и нам обещает производитель что здесь и чисто синусоида на там и потом проверим 3000 ватт это означает что конкретно это устройство поддержит максимальную пиковую нагрузку в 3000 ватт номинальная нагрузка при которой он может постоянно работать это 1500 ватт ну либо полтора киловатта это устройство приезжает из китая в картонные упаковки все хорошо запаковано поэтому устройство кому доберется в целости и сохранности саму упаковку показывать не буду там она довольно большая комплектация состоит значит из самого устройства двух таких силовых кабелей для подключения к источнику постоянного питания дак аккумулятором и вот такая инструкция что нам говорит инструкция ну по инструкции скажу что утверждается что у этого устройства эффективность 95 процентов ну из того что нам нужно полезно есть табличка и здесь у нас указаны значение который выдает данная пара значит у нас 12 вольтовый аппарат выдает 220 вольт плюс минус 6 вольт частота 50 герц и нижняя защита по питанию значит для 12 вольтового устройства это у нас меньше или равно 9 с половиной вольта максимальная защита это у нас больше или равно 15.8 вольт вот так ну в принципе тут рекомендую тоже перед использованием конечно же ознакомиться с инструкцией тут есть формула расчета выходной мощности как нужно рассчитывать в общем полезная информация есть к сожалению инструкция только на английском языке далее давайте посмотрим само устройство рассмотрим оно приезжает в металлическом корпусе вот такая ребристая верхняя часть давайте покажу крепление тоже по бокам ребристая такая корпус помогает лучше охлаждать и само устройство вот здесь действовать и тут у нас есть вентиляция перфорация здесь сбоку тоже она имеется так ну вот эта верхняя часть это у нас наклеечка здесь у нас видите характеристики устройства значит модели 3000w входной вольтаж 12-24 вольта выходной 220-240-50 герц тут еще с обозначениями так указано 12 вольт слэш 24 вольта можно подумать что это универсальное устройство но производитель указывает что нужно покупать именно под тот вольтаж который у вас используется батарея то есть это по идее не универсально я честно говоря пробовал подключать ну на 24 вольта с последовательно соединенным аккумулятором литий-железо-посфатным у меня устройство не запустилось выдавало отключение по максимальному напряжению возможно у вас удалось подключить с какими-то другими аккумуляторами не знаю но с 12 вольтами я покупал как 12 вольтный тут все нормально работает далее значит задняя часть у нас разъемы для подключения силовых кабелей да плюс-минус и два вентилятора которые работают в зависимости от нагрузки либо быстрее либо медленнее да ну соответственно меняется шумности работы устройства с этой стороны у нас два индикатора значит один у нас показывает входное постоянное напряжение второй показывает выходное естественно переменное напряжение статус включено-выключено и статус все хорошо либо какая-то проблема ошибка кнопка включения-выключения универсальная розетка для подключения ну разных устройств с разным типом вилки и также такой порт тоже для подключения каких-то устройств я спрашивал продавца внятного ответа я не получил поэтому точно сказать для чего это нужно не могу вот возможно если вдруг вы знаете взяли туда информацию можете написать в комментариях буду вам благодарен так по поводу шумности я буду вам подключать нагрузку и вы сами сможете услышать ну скажу вот пока мне начали приходить к экспериментам что ну работу устройства слышно интенсивность шума зависит от нагрузки но в принципе если поставить его в отдельное помещение и между вами и устройством будет закрытая дверь то вы его почти не услышите ну можно будет в принципе более-менее комфортно работать чем-то заниматься вот так ну что ж давайте подключим значит у меня в качестве источника постоянного питания тока напряжение значит будет сборка литий-железный аккумулятор 12 вольтовый из четырех сегментов ИВ-ЛФ-100ЛА 100 ампер да вот я его сейчас подсоединю давайте заодно посмотрим как это происходит довольно надежные разъемы для подключения все просто но надежно так это у нас плюс так подключаем плотненько докручиваем есть второй так есть у нас дополнительная шайба которая улучшает контакт до крепления так подключаем вставляем так фиксируем отлично минут зафиксируем плюс-минус давайте я поставлю устройство лицом к вам да буду приподнимать да буду показывать давайте зафиксируем подключим аккумулятор так так есть так искра ничего страшного так бывает при подключении это нормально так все плотненько зафиксировали так есть давайте включим наше устройство пам и вот мы видим оно проходит тестирование и выдает нам информацию питание питание включено зеленый цвет если зеленый значит ошибки нет если была какая-то ошибка то загорелся бы этот лампочка была бы красного цвета так так также добавлю что согласно инструкция устройство имеет несколько уровней защиты это минимального напряжения максимального напряжения короткое замыкание и смена полюсов это точно защищает дополнительно может поставить инструкции но я не рекомендовал бы вам экспериментировать поэтому при подключении не всегда старайтесь сделать все правильно с разу да итак у нас устройство вот работает показывать еще добавлю по поводу точности показатели ну допустим постоянный ток я измерял допустим если мерить на клеммах аккумулятора и то что показывают на индикаторе разница где-то 0,2 вольта здесь ну как в инструкции где-то около 6 вольт может туда-сюда плавать вот нет вернее не так то есть ну где-то в ту или иную сторону 3 вольта то есть всего может быть туда-сюда до 6 вольт так давайте подключим удлинитель и к нему будем подключать устройство плюс заодно замерим узнаем есть ли здесь чистая синусоида это важная информация многие спрашивают плюс ну как мы знаем чисто синусоида нужна для многих устройств бытовых особенно если используются какие-то асинхронный двигатель там допустим холодильник или не знаю газовый котел да поэтому важно знать если действительно синусоида для этого у меня есть вот такой компактный осциллограф да давайте его подключим поставим так значит куда-нибудь попробуем установить так поставили и попробуем узнать поехали и так что мы видим на экране в принципе да у нас почти идеальная синусоида показывает давайте попробую поближе да 50 герц у нас выдает есть небольшие напитки выбросы ну в принципе думаю это не критично да ну что ж в этом плане производитель не соврал все хорошо инвертор выдает чистую синусоиду это плюс это супер давайте тогда это мы отключим так так теперь что нам осталось по поводу нагрузки значит по паспорту пиковая 3000 ватт номинальная продолжительная 1500 1500 я проверял в течение полчаса значит я подключал нагревательный элемент электрический плюс подключал пылесос там даже нагрузка была чуть больше полтора устройство шумело сильно но в течение полчаса без проблем работало ничего не вырубалось и я вам сейчас для демонстрации насколько шумно работает устройство подключу снова обогреватель электрический там два режима у него есть по умолчанию на пол 500 ватт и 1 киловатт вот попробую переключить режимы и посмотреть насколько изменится шум интенсивность шума так тут у нас подключена так вырубаем давайте как-то как-то вот я подключил здесь нет давайте вначале включим здесь вот и наше устройство работать так так оно у нас работает при нагрузке в 500 ватт шум есть но если будет за дверями стоять то в принципе вы его почти не почувствуете теперь давайте попробуем переключить на 1 киловатт так давайте я все вначале выключу так будет правильней упс извините обштукив так это у нас киловатт ну допустим даже мне показалось что интенсивность шума даже не сильно изменилась по-моему чуть шумнее да немножко но в целом вполне ну работает бывали устройства и шумнее так под нагрузкой киловатт вот такие у меня показания работает показать бы вам вентилятор но боюсь что ну тут сложно да все на одном экране сделать нет нет не буду показывать в общем вентиляторы здесь и они вращаются ну что ж выключаем вот ну в общем устройство как по мне хорошее достойное я его ну я им уже пользовался довольно ну в общем пару раз точно пользовался там допустим раз до десяти я доволен работает в принципе могу рекомендовать это устройство покупки и пожалуй вся информация которая была я вам ее рассказал если будут вопросы спрашивайте в комментариях если вам видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и всего хорошего до свидания до свидания до свидания в общем я я до свидания было Продолжение следует...